так это знаменитый драм-театр решили его посетить посмотреть сами так запись идет не идет контрольная проверка все идет вот это печально известный драм-театр так а нам надо наверное как-то ну вот он пешеходный переход давай подожди даме надо идем ну а не то город-то военный поэтому я думаю что мужик то испугался смотря широкий 300 1 так восстанавливают дома фасады он разрушение какие достаточно серьезные разрушения держи саш восстанавливают штукатурят везде меняют окна единый заказчик здесь коммуникации инженерка р строй подрядчик так я не знаю как а не знаю мы пойдем быстро быстро до ним а тут можно было запарковаться он разрушена крыша вся отреставрировали стены смотри пулеметные следы видишь как стреляли вот здесь была надпись дети и уже закатали нет вот здесь было слово дети погибла тысяча человек с ума может сойти почему его не восстанавливают на мой взгляд его надо восстанавливать еще удивительно конечно не посмотри да его поближе ну можно наверно восстановит эти люди эти люди он смотрите по цене на и как он стал да а вот этот то что вот произошло это же изнутри до бахнула да но мы хотим посмотреть здесь хоть пойдем данил пойдемте давайте потом уже но мы видим да что у вас хорошо вот питер строя до вот он драм театр есть разрушенный ну как весь разрушенный принципе каркас стоит усаде он абсолютно небольшой ай абсолютно небольшой обстреляны это да нет это обстреляны да по нему стреляли часть какая-то полностью разрушена видишь ну конечно он фонтана сделали строят петербург фонтан и вот такая церковь наверно зайдем церковь еще ой смотри здесь прямо раскопки до минусов до минусовых этажей дошли видишь там ребят что реставрирует откапывают нет это минусовые этажи технические этажи жесть конечно них прятались люди здесь видимо что куда да это какие-то видимо элементы старинные данил не знаю сынок посмотреть нам надо здесь поучаствовать по фасадам на класс все разрушена жиганая сан-петербург янадской области фонд победы поддержки грамм победа обед ремонт достаточно бюджетно училим из орден знак отчета город мариуполь окончание стоит 24 год сочетая модуль цен вот такой сквер ты посмотри ты посмотри какой сквер разбили классный здесь что-то же восстанавливает что-то на чувствуешь за погарить она присутствует о какая площадка нифига себе драматически прям как москве фонтанчик разбит парк сквер не знаю что это очень даже неплохо а да давай на эти горки он мальчики купаются смотри а чего ну залезай сам разбиться там разрушена по бокам потрясающе конечно на разбили не знаю деревья тут перевозили мне ребятам местного первые детей видим но холодная вода ребят до большой достаточный сквер большой достаточный сквер честно говоря когда мы проезжали утром мы вообще не видели нет ни одной машины в обед жизнь как-то восстанавливается видно что много строителей много строят строят в принципе неплохое качество плохо тротуарная плитка уложена гранитные элементы фасоны фонтан мариуполь очень красивый город на самом деле очень безумно никого все равно людей мало только двух детей видели конечно он там дальше я так понимаю за встали разрушена по-моему здесь были на разбит представьте невозможно что пережили люди которые прятались подвалах два месяца на вот азов сталь трубой знаменитой там море отвалы из грунта отвал а здесь бьет фонтан бьет жизнь бьет жизнь вон элементы везде все застраивается но как как минимум и центр видели он весь застраивается доделывается в этом плане можно сказать правительство большое уважение респект что люди достаточно короткий срок это сколько полтора года прошло год с небольшим наверное вот так вот все достаточно быстро меняется вкладывается неплохого качества ящики для мусора скамейки классные блин питер вот кто меня знает услышит с питера ребят тут это питерских парках вообще ничего подобного нету сколько я жил в питере крайне мало скамеек абсолютно не ухоженно здесь питер застраивает и блин как-то по московски застраивает потрясающий конечно он полностью разрушена здание только фасад также под застройку под переделку под снос под донос кран потрясающий парк разбили но строят смотрите как строят я в ужасе мы при проездом ну вот смотрим как все строится и слава богу очень жалко город очень жалко жалко что разрушен город так и у вас людей жаль очень и драмтеатр который вот там много людей погибло до ну слушайте я детей практически не вижу они не гуляют но они есть вот эти есть дети молодежи очень мало видео почему-то уехала вернуться непонятно да да печально ужасно такой красивый город я даже он был здесь сквер или не было сквера был вот вот это все или это россия строила дорожки вот это свежая вижу что-то уложено но фонтан наверное разбили да да вот и говорю двух детей видел и он мои дети катаются мы с москвы мы проездом мы решили проехать увидеть потому что ли что можно проехать через эти территории мы не побоялись мы конечно мы в ужасе мы в ужасе потому что ну блин так разрушить город он весь разрушен да даже частный сектор и видел дома уже но в большом доме в многоэтажном да украинские или российские неизвестного да да я видел много очень и воронок от снарядов именно танковым где же там ученые люди ученые в войне а теперь мы подыхаем буквально потому что эти справки за это не бали за три тысячи ну а сейчас какая столько надо я уже не могу ходить осталось отдать и не потеряла но все равно наладится надо верить в это очень жаль да красивейший город вы знаете я родом с молдовы там была война девяносто первом году я был маленьким мне было семь лет и я помню как мать меня вот за шкирняк брала и мы бежали молдаване шли сжечь убивали остановили войну там лебедь остановила вот я ему признателен царство ему небесное я немножко это видел действие но это совершенно не так как конечно вот тут ну все равно жизнь восстановилась вы знаете потихоньку знаете с но посмотрите я я был крыму мы в отпуске были вот те территории которые как бы не было боев там все ну ну целое целое реально то есть там где вот был ну высоту прям бойня была бойня натуральная азов сталь разрушена да эти прям такие ядреные такие националисты вы слышали все это да конечно я не думала с вами будут центр так обстреливать деньга мы нельзя а застали потому что туда-то туда надо было их оттуда выбить они же спрятались там в подвалах прям на улицах до гражданские не военные гражданские того убьют кошмар я знаю что мэр города мариуполе украинский он же сбежал незадолго до этих событий он людям говорил оставайтесь городе все будет хорошо они по сути ну вы знаете я так скажу аккуратно я поднял их конституцию почитал украинскую военного солдата он же должен защищать мирняк правильно но мирный же должен защищать там же не ну я там я там не видел что там было бы написано допустим прикрывайся живым щитом из людей а получилось что они этих людей вот вас спрятали за вашими спинами я считаю что основала всех эвакуировать принудительном порядке уже драться ладно драться так драться но просто это ужас да 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 ну да а вы в подвале соответственно были да где придется сух два месяца по-моему до два с половиной месяца у вас события эти были мариуполе но месяца полтора точно февраля по апрель помар по апрель по апрель даже на месяца полтора самая натуральная боня будет за каждый дом усадить и что до дома не осталось я вам хочу пожелать только мира вы не знаю переживите это переживите мир больше ничего не нужна и работа и дом все больше ничего не нужно согласен но я вам так скажу вот живя в москве я вижу что строят вам московский ну в московским стилем быстро достаточно качественно пусть бюджетно но все отстроит я я просто это вижу я это не семь лет поверьте это гораздо быстрее 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 нет они 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 принципиально из этого города как я понял хотят сделать такую ну туристическую мекку вы знаете чтобы люди со приезжали туристы нет но вы знаете тут азовское море она гораздо лучше там того же черного в плане того что она теплее то песчаные пляжи у вас хорошие шикарные вам надо просто дожить до этого я вот слов мне не подобрать конечно это все ужасно дай бог вам здоровья дай бог вам здоровья что все у вас было хорошо да вот моя семья идет дети вот у меня дочка и сын москва а не масштаб ну да да понятно да да и сашка это сашка девчонка два годика с половиной вот супруга сын ну подрастает да не но питер там мы как обычно летом на месяц уезжаем к родным в петербург они там находятся гуляют все а потом мы уже соответственно едем на море у так каждый год тогда это он через крымский мост ехали сейчас мы вот через вас решили проект дай бог вам здоровья живите живите до живите живите уже это уже закончилась я почти уверенно все будет хорошо мы пойдем спасибо вам спасибо вам дай бог вам здоровья при приедем еще раз пойдем мы у нас застали уже ты здесь разрушен так вот поговорил с человеком вот восстанавливают все восстанавливают да отлично отлично на и посмотри какие разрушения строй церковь она говорит эта женщина что рабочие жалуются ну что не платят да по долгу проблемы с деньгами того сейчас тут нет проблем все конечно люди пережили этот ужас горелым аккуратно данил машинка есть это горелым пахнет сынок но дом сгорел на запах гарри в городе присутствует до сих пор не сильный но присутствует в общем такой вот поход мариупольскому театру случайная беседа с местным жителем мы идем в сторону кафе возьмем там что-нибудь и все так вот смотри пожалуйста запись идет не идет моргает красный огонек слева на камере да это дуванчик на вот разрушенное здание в каждой точке украинский боец наши бойцы соответственно убивают их бойцов чем это заруба стоило городу его жизнь митрополия так понимаете скорее всего что-то типа гостиницы наверно что от него осталось ничего не осталось разрушен строит россия восстанавливать очень жаль что в принципе люди если вы увидите вы посмотрите просто результат войны деньги потерянные люди до гостиницы потерянные люди огромная колоссальная инвестиция труды десятка в поколении на смартфон восстановление как правильно горит женщина 7-10 лет я тоже так предполагаю что лет пять точно будет восстанавливать ну это это наверно в первую очередь значимые улицы вот результат войне и я бы всем кто за войну хочу сказать ребята посмотрите подумайте на тем что произошло а это один город сколько труда потребуется денег инвестиций в первую очередь людских ресурсов самое главное то есть будет жить мы пока видели двух детей ну как говорит местная жительница они боятся людей выводить детей точнее не людей детей на улице в общем добавить наверно нечего реально очень жесткий сценарий очень жестко война плохое дело лучше бы ее конечно не было ну украинцы тоже хороши зачем бы вот так вот здесь все равно город отдали чего эти разрушения чтобы что уже философия не подходит потому что есть люди которые вообще не замкнулись наверно на этот момент он еще разрушен колонны выдержали странные какие-то скамейки подиум жду бутылки осколки стекла это разбито какая-то мысль наверное все это соберут наверное какая-то задумка но еще раз радует что везде заделываются фасады везде работают люди штукатурные работы вот практически везде рядом здание которое не восстанавливается пока что сгорела кровля но что-то представить ужас этой вони которая гарри горелось это конечно не передать вот догоняй вот еще жду вот еще вот еще местные жители радуются улыбки на лицах это уже хорошо что делают в первую очередь там где не сильно разрушены фасады восстанавливают оконные блоки что правильно потому что нужно закрывать контур для того чтобы проводить отделочные работы далее уже фасад вот шпатлевчик шпатлюет красит далее восстанавливает самый-самый исторический центр вон церковь восстановленная так подозреваю потому что купола светится везде работают ребят это очень хорошо так дань нам надо переходить пойдем давай руку стопай дорогу переходишь держи меня за руку держи меня за руку спасибо пойдем быстренько пойдем так вот пройдемся посмотрим дойдем наверно до кафе вон ужасное повреждение фасада вон смотри видишь впереди фасад разрушится да часть уже начали ремонтировать нет не ремонтировать ничего еще руки не дошли вон там впереди вон там впереди трафик живой людей конечно очень мало те что пережили войну они даже по-другому себя ведут говорят по всей видимости по всей видимости прямое попадание снаряда фасад фасад элемент вот да был удар вот взрывной волны наружу выбило несущий элемент стены фасадной части в том числе возник пожар по большому счету все это выгорело да здесь реставрация как уже говорил окна пвх контур заделка штукатурная фасадов ну в принципе питер в этом плане да схож ужасно это все война ребят подходим посмотрим вот единственное кафе в котором проезжали утром почему-то мраморе отделанное разрушенное здание внизу кафе вот пока отключусь наверное что-то закажем и вам расскажут да кафе рич рич лаунж так вот такое кафе разрушенное здание сделали мрамор хе-хе-хе хе-хе 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 такое необычное ощущение конечно фонарики и руины ну видимо хозяин заведения наверное вот здесь можно курить здравствуйте а у вас по карте расчет возможен ёшка ага спасибо так ну чего цена ну давайте что-нибудь такое скромное не давайте борщ борщ ну или какой-то давайте крем-суп куриный бульон с лапшую пожалуйста шурпа из баранины будем почему я не хочу я хочу тише не стучи я буду кофе хе-хе-хе хе-хе-хе ты сядь хочешь? мам 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 так я поем шурпу цезарь здесь дороговатый и давай наверное какую-то пиццу закажем ну кстати можно по-аджарски хачапури взять хачапури по-мигресски нет пицца маргарита 370 рублей 470 ты меньше 570 рублей так детям супчик возьмем не будете суп? не 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 ты будешь суп? ты только пиццу будешь? я пиццу буду я хочу суп не будешь ты будешь пиццу я буду пиццу я буду пиццу я буду пиццу или холодный какой-то напиток просто еще жирка фреша есть? фреш грейпфруктова нет это все такое мохито клубничный 400 миллилитров прикольно кстати недорогое достаточно 200-300 рублей на ролла не будешь? нет нет я не хочу потом купить купить проезд так ну все очень дорого очень дорого но это единственное кафе поэтому и такие цены очень дорого невероятно прожженые ничего болезнь что если нам не Продолжение следует... 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 Продолжение следует...